Вы смотрите отзыв об отеле Папилон Айсче. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Вика12, который был в нем в 2013 году. Вот и подошел к концу наш отличный отдых в Папилон Айсче 5 звезд. Отдыхали там с 24.0813 по 07.0913 втроем, мы с мужем и дочь 12 лет. Про туроператора писать не буду подробно, так а летали от польского туроператора. Отмечу только то, что тур оказался в двух разы дешевле от них, чем от российских то, и все организовано четко по времени и без каких-то нареканий. Привезли нас в отель в 11 утра, на рецепции просили подождать до 2 часов, так а еще не был готов номер. Мы к этому были готовы и взяли заранее приготовленный пляжный пакет, переоделись в раздевалки спа и пошли на море. После обеда нам предложили номер с видом на море с доплатой в 30 долларов в сутки, мы вежливо отказались, дали номер на один этаже основного здания над зимним бассейном, высоко, по уровню уже второй этаж. Вид был на детскую площадку с боковым видом на море и Корнелию. Сосны закрывали солнце весь день, поэтому было не жарко. Номер, видимо, был с косметическим ремонтом, все выглядело чисто и свежепокрашено. Номер большой с одной двухспальной кроватью и один односпальный. Все функционировало, кроме замка на балконной двери. Решили не тревожить персонал, так а этот замок надо было менять полностью, и думаю, нам бы его все равно в тот момент не поменяли. Кондиционер работал нормально. Ковролин, конечно, оставляет желать лучшего, хотя в номере он выглядел чистым. А вот в коридорах отеля вид его удручал. Но так как мы в курсе, что отель вот-вот закроют на реконструкцию, по этому поводу не печалились, в номере чайник, кофе, чай. В чашке, ТВ с русскими каналами есть, одноразовые тапки, сумка пляжная, халаты, шампуни пополнялись каждый день на трех человек, полотенца менялись каждый день, бар пополнялся каждый день, постель меняли раз, три дня. Пишут по плохую уборку номеров. Не знаю, может, у нас была порядочная и трудолюбивая горничная, после уборки все чистенько, прибрано, лебеди наверчены. Но мы оставляли каждый день ей по одному доллару. Питание. Но что тут сказать, я не знаю, чем люди дома кормятся, чтобы роптать на еду. Разговаривали с семьей, которая уже пять лет ездит в Аишу и питание с каждым разом хуже и хуже. По этому поводу могу вот что сказать, мы никогда не ездим второй раз в одно место, ибо есть такая пословица, что так хорошо уже не будет. Да и впечатлений хочется новых, а не сравнивать каждый год одно и то же. Так вот, на наш неизбалованный вкус, питание было отличным. Завтраки, различные сыры, сосиски, колбасы. Каши всегда на детском столе вполне вкусные, выпечка. Вторые блюда для тех, кто плотно завтракает, тоже были. Изъять все-все, оладьи и всякие джемы. Мед в соток, паровые блюда не острые, соки в тетрапоках и свежевыжатый апельсиновый. Обед и ужин, рыба всякого приготовления, целиком жареная. Филе, рулеты, мясо баранина, селятина, говядина, индюшатина, курица. Много-много блюд в виде жаркое, рагу на гриле, тушеное, отварное. Несколько раз были креветки под соусом, кальмары фаршированные и просто кольцами вкусно приготовленные. Очень много овощей в сыром виде нарезанных для составления себе салата под любым соусом. Паровые, тушеные, вкусные баклажаны. Соусы кисломолочные, очень вкусные, приправы, оливки. Мы попробовали все, кроме баранины, но никак она у нас не идет никогда, не приучены к ней. Выпечка отдельных слов требует. О-о-о, какие красивые торты, турецкие сладости, пока все обойдешь, слюной и зайдешься. Так что лишние 2 килограмма я себе обеспечила, сдерживаться было тяжело. Обслуживание в ресторане. Мы ходили в основной ресторан, а Лякар так и не попробовали, так а звонить в 9 утра никак не хотелось. В это время мы либо завтракали, либо уже были на пляже. Да и потом, мы вполне были довольны кухней в основном ресторане. Так вот, обслуживание всегда было на высоте, свободные места всегда находились, официанты молодцы, сразу же подходили, наливали водички, спрашивали заказ на напитки, следили за использованными тарелками. Сразу же убирали со стола, выполняли повторные заказы на напитки без каких-то нареканий. Менеджеры отеля всегда выходили в зал, повара тоже следили за порядком и вовремя давали втык. Если там какие-то косяки были, наверное, на ужине мы всегда сидели на открытом воздухе в ресторане, красота, музыка живая, красиво сервированный стол, столики прям под соснами есть. Мы там сидели, но что сказать, нам очень понравилось. Турецкий ужин у нас случился два раза. В первую неделю 30 августа какой-то турецкий праздник был. Ресторан накрыли празднично, блюда не сосчитать глазами, тортов и выпечки море. Торжественный выход торта мороженого. Второй раз на следующей неделе просто турецкий ужин, но по меню опять рай для гурманов. По остроте не было слишком, да и перца острого просто избегали, так что нормально все было. Кого интересует детский стол, смотрели, есть и каши и супчики. Фюрешки, хагецы, макароны, блендер и микроволновка стоят рядом. На пляже кому ленить и обедать в основной ресторан. Есть пляжный ресторан, гамбургеры какие-то, пончики, калачи, газлемы пекут. Пляжный бар открыт с 10 утра и до 7 вечера. Можно целый день быть на пляже и не умереть с голоду. Мороженое на пляже с 15 до 17, вечером на ужине сколько душе угодно. Про алкоголь. Напитки все в импортной упаковке, текила, бейлес, ром, виски, балантайс, коньяки. Вино белое, красное и розовое, турецкое, молодое. Попробовали все. Самое главное, мы ничем ни разу не отравились, все было свежее и чистое, качественное. Так что по обслуживанию и питанию 5+. Анимация. Так как наш ребенок уже тинейджер, в детский клуб сходили просто посмотреть, для детей там очень интересно. Аниматоры девочки занимаются детками целый день. Я думаю, хорошо все с этим делом. Наша дочка ходила на все конкурсы в течение дня, стрельба, дартс, бочи, играла в бинго, водная аэробика. Был дайвинг для начинающих. Супруг играл каждый день в мини-футбол и воллебнул утром и вечером на пляже, катались на парашюте и водных мотоциклах. Даже на верблюде умудрились покататься. В общем, старались и интересовались всем. Дочка подружилась с аниматорами и они ее постоянно с мужем звали на всякие развлечения. По вечерним шоу скажу так, не застали тех времен, когда были какие-то красочные мюзиклы каждый день. Но то, что мы посмотрели, вполне скрасило наш отдых. Ходили каждый день, были акробаты всякие, шоу Нотр-Дам, песенные конкурсы, салют. Ни разу не уходили, смотрели и отдыхали. По поводу диска и караоке много турецких мотивов. Сходили два раза и как-то больше не пошли. Но не нравятся нам танцы по турецкую музыку. Что ж, местный колорит никто не отменял. Никакой трагедии по этому поводу не испытали. При закрытой балконной двери музыку было практически не слышно, да и уставали за день, засыпали на раз-два-три. Пляж и море. Море. Ради него и едем, чтобы накупаться на год вперед. Водичка была где-то 25-27 градусов. Иногда были небольшие волны, иногда штиль, иногда чуть мутновато, иногда прозрачно как слеза. С 5 сентября в 7 утра я ходила купаться все две недели рано утром, было уже прохладно на море, температура воздуха понизилась, плюс 19-21 и море свеженькое. Но после 10 утра воздух прогревался до плюс 28, плюс минус 30 и море тоже потеплее становилось. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова